ребят если у вас еще нет автоклава я вам настоятельно рекомендую его приобрести потому что вещь просто обалденная очень вкусно получается супер всем привет дорогие мои друзья с вами как всегда витальсон и сегодня мы будем с вами вместе готовить закуску под наш любимый самогончик готовить сегодня мы будем куриные сердечки с овощами в паровом автоклаве вейн и так пару слов об автоклаве если кто-то еще не знает что это такое для чего это нужно паровой автоклав он также может работать и я полностью на воде ну об этом говорить не буду паровой автоклав в чем его преимущество здесь стоит фольжно я у его уже установила но из двух частей состоит заливаем максимум 9 литров воды но хватает и 5 литров воды ставим сверху баночки дальше что мы здесь делаем я покажу нагрев происходит буквально минут за 30 далее доводим температуру до нужных нам 120 выдерживаем 40 минут при этой температуре наш продукт выключаем даем остыть где-то градусов до 60 это где-то час двадцать по времени все вытаскиваем наши баночки они готовы к употреблению быстро это быстро экономия энергоресурсов и экономия времени и так нагревать автоклав можно на газу сегодня на газу буду работать можно теном здесь варен вот он от вот под клам 2 и также он может работать на индукционной плите еще огромный плюс этого автоклава бак 42 литра и вот здесь вот вверху в крышке обычный клам 2 можно использовать этот автоклав как перегонный куб ставите сюда любую свою двухдюймовую колонну и пожалуйста у вас перегонный куб сверху аппарат погнали термометр манометр сзади автоклава есть кран для слива это экран для сброса воздуха покажу сейчас как он работает это клапан для сброса избыточного давления и здесь вот посередине еще клапаночек такой когда у нас давление в кубе создастся он подымется покажу далее все так что производитель настолько уверен в качестве своих автоклавов что дает три года гарантии по промо коду vitalson скидка будет обязательно там вроде два варианта это самый большой у меня 42 литра еще есть поменьше ссылочка в описании под видео если будете покупать не забывайте указать промо код vitalson вам будет скидка так в принципе ну чуть-чуть все рассказал дальше остальное все расскажу в процессе работы работаю я на нем уже не первый раз мне все очень нравится тушеночка получается великолепная консервы великолепные вообще вот кто придумал автоклав на пару принципе ему респект все промышленные автоклав работают на пару во первых это очень быстро во вторых продукты вот все полезные свойства продуктов при таком варианте приготовления сохраняются гораздо лучше хотя этот автоклав может также работать и на воде когда вы заливаете его целой водой греете три часа там блин и только через сутки у там консервы свои вытаскиваете ну я думаю не это делать никто не будет это совершенно никому ни к чему все приобретают для того чтобы готовить на пару и так ребята все остальное в процессе работы буду показывать если кому-то что-то непонятно пожалуйста пишите в комментариях ваши вопросы на все постараюсь ответить не забывайте при покупке указывать промо код витальсон и чем еще хорош автоклав паровой здесь можно готовить не только рыбные там консервы и мясные тушенки но здесь также можно готовить еще и огурчики в банках помидорчики в общем любые овощи даже варенье можно варить а вообще в наше сейчас нестабильное время какие-то домашние заготовки это всегда очень приятно я допустим делаю заготовочки что-то оставляю дома в холодильнике основную массу отношу в гараж в подвал когда нужно пошел баночку взял две скушал блин вот прекрасно так все ребята приступаем к закладыванию банок готовки что же нам сегодня потребуется для нашего рецепта это естественно куриные сердечки я их промыл они чистенькие и уже готовые далее перед черным горошком лавровый лист 3 морковки такие немаленькие вот такие хорошие три большие морковки и три такие крупненькие луковицы далее нам нужно будет соль и все и баночки с крышками приготовил я банок 10 штук банки под крышку твистов банки 07 10 штук я приготовил ну не знаю сколько понадобится если вдруг меньше больше ну пускай будет пока 10 что делаем лук режу довольно таки мелко моркову тру на крупной терке закладываю все сюда и перемешиваю перец черный горошек лавровый лист и соль буду класть прямо в банке ну как резать лук и тереть морковь я думаю вам показывать не надо это все умеют это не очень-то и интересно и так лучок и морковочку я внес в тазик с сердечками все это дело хорошенько перемешал теперь сейчас на примере одной баночки покажу вам что нужно делать смотрите берем баночку в моем варианте это баночка 07 берем несколько хорошим черного перца ну буквально на глаз штучек 7 далее берем один средненький лавровый лист такой кладем также на дно банки вот таким вот образом все это выглядит ребята еще в чем плюс вот вообще консерв которые приготовлены не в данном автоклаве даже если у вас нет подвала даже если у вас нет холодильника эти консервы можно хранить просто в кладовке но просто в квартирных условиях с ними ничего совершенно не случится при комнатной температуре и так теперь я хочу сказать по соли вот у меня такая мерная ложечка есть у меня их целый набор в этой ложечке если сделать вот так под нож соль то здесь 4 грамма вот я пришел к такому выводу что на баночку 07 по моему вкусу 4 грамма соли более чем достаточно и так берем баночку нашу и накладываем туда сердечки накладывать нужно достаточно плотно сейчас кладем вот так вот можно раз 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 постучали постучали чтобы все это дело уплотнить еще докладываем так опять же постучали должно быть плотненько пустоты в принципе нам там посередине банки не нужны вот таким вот образом положили класть нужно до плечик вот сейчас как раз утрясется все это дело вот так вот получается по плечике все сверху должна быть пустота нельзя накладывать под самую крышку по плечике далее берем мерную ложечку вот так это все выглядит ложечка должна быть мерная вот и ножиком сейчас сверху сдвинем вот вот она получается соль без бугорка 4 грамма и просто сверху вот так высыпаем и все и так каждую баночку баночки готовы получилось 2 4 6 8 10 11 полных банок и одна неполная как раз пойдет на пробу так ребят крышки перед тем как использовать нужно залить горячей водой чтобы уплотнительное кольцо которое внутри стало мягким вообще я вот такие крышки не советую использовать потому что они больше годятся для консервирования но за неимением лучшего потому что сами знаете какие были события у нас в стране магазины ничего не работали крышек хрен найдешь а так вообще не советую я использовать такие крышки так сейчас мы зальем кипяточком и сразу же начнем закрывать и уже пора ставить наш автоклав в работу баночки закрыл закрывать нужно достаточно крепко я вот закрываю через полотенце полотенцем беру вот так хоп хоп прям туго туго чтобы было закрыто вот такая красота получилась смотрите что по автоклаву внутри как я и сказал я поставил фольжно она из двух половинок состоит налил 5 литров воды в общем воды сюда входит 9 литров самое главное чтобы вода была до фольжно банки не должны быть в воде на один ряд 07 банок становится 8 штук и есть вот такие вот еще решеточки их устанавливаешь ряд банок сверху решетки ряд банок сверху решетки ряд банок пол литровых банок улазит в три ряда ну что ж устанавливаем вот так вот первый ряд восемь баночек сейчас ставлю решетки и второй ряд ну вот все готово вот так вот в два ряда поставил а вообще здесь можно хоть полную загрузку делать хоть сколько хоть одну банку я вот одну банку консервов готовил вообще все равно хоть сколько банок поставьте автоклав я поставил на газ ну а дальше все проще паренной репы и так поставил я на большую комфорку но на всю сразу врубать ее не надо вот я ее включил на половину этого будет вполне достаточно тут всего лишь 5 литров воды автоклав сверху закрывается через силиконовую прокладку это обычный кламп хомут всем нам известный только довольно таки большой затянуть вручную его сложновато поэтому есть вот такой специальный ключик но тянуть от дури тоже не надо все надо делать с умом клапан вот этот на полтора атмосфера так а вот что здесь смотрите в данный момент на вот этот кран у нас одет шланг и выведен в мисочку с водой на конце этого шланга вот такой вот парогаситель парорассекатель как его правильно обозвать сейчас я расскажу вам для чего это сделано смотрите у нас вода нагревается в автоклаве и постепенно будет подниматься пар а в автоклаве есть воздух и вот нам нужно чтобы пар этот воздух выдавил мы сейчас открываем вот этот кран он у нас открыт когда пар будет воздух выдавливать он будет выходить через этот кран идти по шлангу и идти вот сюда в этот парорассекатель здесь будут такие большие 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 бульки когда весь воздух из автоклава выйдет это дело нескольких минут то бульки здесь будут такие мелкие 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 но это сразу будет заметно это будет уже выходить пар а не воздух в тот момент мы закрываем этот кран и начинаем догонять нашу температуру до 120 градусов не более и при 120 градусах будем выдерживать наши сердечки 40 минут все очень просто потом когда мы вот этот кран закроем в кубе начнет создаваться давление и вот этот клапан вот этот малюсенький клапан здесь его снизу выдавит тук вот так он вылезет и все таким образом мы поймем что давление в кубе создается далее будем смотреть на термометр и на манометр но все ребята готовим наши вкусняшки температура поднялась до 100 градусов так вот о чем я говорил о верхнем клапане видите как он поднялся и в данный момент уже сошел весь воздух вот такие редкие бульки вот такие вот маленькие это уже не воздух это уже горячий пар выходит вот так что теперь что нам нужно сделать пар получается постепенно но это буквально там несколько минут две-три минуты постепенно вот пар вытеснул вытеснил воздух и теперь нам нужно перекрыть вот этот кран все кран мы перекрыли больше у нас шланг ничего не идет и теперь нам нужно догнать температуру до 120 градусов ну вот и все получается при температуре 120 градусов выдержал я сердечки 45 минут потому что думаю лучше минуточек на пять там подольше все-таки они тугие газ я уже выключил вот температура потихонечку начала падать упала на два градуса все быстро все просто вот к автоклаву я даже и не подходил так хочу вас предупредить друзья мои газ выключили приготовление закончили все автоклав не трогаете упаси господь вас полезть его открывать не трогаете автоклав вообще оставляете его остыть хотя бы ну градусов до 60 когда внутри естественным образом понизится давление вот этот клапан вот он вот этот маленький петель очек он сам упадет вниз опустится вот этот клапан подрывной при 60 градусах но можете его провернуть там уже давление никакого не будет ну так на всякий пожарный случай а вот когда приготовление закончили все выключили газ и не трогаем пока градусов 60 не будет вот это себе ребята зарубите на носу все сейчас ждем его даже засеку время за сколько до 60 градусов времени он остынет но это будет недолго я как-то засекал вроде бы час двадцать но сейчас засеку еще раз ну все ждем когда остынет и будем доставать баночки так можете поставить его остывать хоть на всю ночь это вообще не вопрос но если нужно побыстрее то вот 60 градусов и можно открывать уже и доставать ну аккуратненько полотенчиком тряпочка потому что банки будут горячие ну все ждем пока остынет ну вот и настал самый волнительный момент это дегустация нашей вкусняшки засек я время автоклав со 120 до 60 градусов остыл за один час 30 минут но время было уже позднее и я решил оставить баночки остывать до утра все банки получились примерно одинаковые по плечике так и должно быть крышки немножечко немножечко вогнутые внутрь это прекрасно все вот эти банки как я уже говорил можно хранить при комнатной температуре с ними ничего не случится вот есть одна как раз баночка вот это вот не полная сейчас мы ее попробуем ох какой аромат аромат просто прекрасный ребята просто прекрасный аромат посмотрите какая красота получилась прекрасно пахнет супер великолепно все кусочки вот они наши все сердечки все супер отлично ну что же давайте скорее пробовать то что надо то что надо и по соли и по мягкости насколько вот сами сердечки тугие но здесь получились вот именно то что нужно они не разварились в хлам и прекрасно приготовились даже если у кого-то обставная челюсть все равно можно кушать обалденно очень вкусно всем рекомендую ребят если у вас еще нет автоклава я вам настоятельно рекомендую его приобрести потому что вещь просто обалденная очень вкусно получается супер а еще напишите пожалуйста под видео в комментариях какие бы вы еще хотели чтобы я рецепты сделал я все сделаю мне будет очень интересно но все друзья мои я вам говорю всем до свидания до новых встреч ждите новых видео быть добру друзья мои быть добру до новых встреч